Те, кто отстранился от грубой реальности, пребывая в своей ментальной системе, тонком теле, связаны только с этим измерением и не нуждаются в различных грубых вещах. Скажем, Петрилока. Считается, что Луна — это место успокоения душ после смерти их физических тел. Те души, которые должны будут вернуться в будущем на Землю. Это Петрилока. В Гите описаны два пути. Южный транзит, северный транзит Солнца. Уттарайн и Дакхинайн. Одни души достигают Луны, а затем возвращаются на Землю. Луна — есть Упаграха. Как это называется? Спутник. Сателлит. Да-да, так называется. Спутник в Земле. Обращается вокруг Земли. И после смерти ментальные системы некоторых Личностей отправляются на Луну. Там они какое-то время отдыхают, а затем возвращаются на Землю. А те Личности, которые не очарованы земными радостями, устремляются в сторону Солнца. Они преодолевают линию гравитации, земной гравитации, и уходят в сторону Солнца, в сторону Света. Это называется Уттарайн. Одни возвращаются с Луны на Землю, но те, кто устремляются в сторону Солнца, не возвращаются на Землю. Они куда-то уходят, в более лучезарные и светлые миры. Там они принимают свою новую физическую форму, преодолевая гравитационную силу Земли, земное протяжение. Устремляются в сторону Света, то есть в сторону Знания. Свет символизирует Знание или сознание. Луна означает ум, символизирует ум, наши ментальные тенденции, нашу привязанность к земным наслаждениям. Привязанность живет в ментальной системе. Эти личности, которые очарованы земными радостями, достигают Луны и потом возвращаются на Землю. Но те, кто лишены такого, свободны от этого очарования, те выходят за пределы земной юрисдикции и растворяются в безграничном, буквально улавливая луч Света или сознание. Душа, Высшая Душа, Свет. Чандра, Луна — это очарование, очарование миром или нашей Землёй. Эти люди являются пленниками земных радостей. Они достигают Луны, затем возвращаются на Землю. Луна, красота Луны, вносит значительную лепту в земную красоту, в ментальную радость, в ментальное удовольствие. Мы должны тщательно проанализировать и понять различие, разницу всевозможных измерений знания, уровней знания. Бух, Бувах, Маха, Джана, Тапа, Садхи, Вироджа, Брамалока, Вайкундха, Голока. Эти уровни, различные позиции, различные измерения, очарование. В конечном счёте мы чем-то очарованы и становимся рабами этого чего-то, этого нечто. Каждое явление таит своё специфическое очарование. Мы должны принимать и отвергать, принимать и отвергать. Понимаю, какова специфика Бухлоки, какова специфика Бхува-лок, Маха-лок, Джана-лок, Танху-лок, Шу-тта-лок, различных лок в юрисдикции мира эксплуатации. Это всё меньше и меньше степени эксплуатации. Сатхи-лок — это очень тонкое измерение эксплуатации, едва заметного вовлечения к удовольствию. Там тоже присутствует эксплуатация, но тонкая степень, минимальная степень в Сатхи-локе. Обитатели Сатхи-локе в большей степени сознают вечную природу души и независимые от материальных благ и материальных наслаждений, грубых, чувственных наслаждений. Им не нравится наслаждаться материальными реалиями. Они в большей степени самоудовлетворены. Атма-рама, они находят, черпают большее наслаждение в своём собственном «я», восприятии своего «я», Атма-рама, значит, что они черпают наслаждение, находят где в себе, в своей душе, в большей или меньшей степени. Мы видим, они открывают своё «я», свою душу и удовлетворены природой души. Атма-рама, самоудовлетворённые. Это явление присутствует главным образом в Сатхи-локе. Атма-рама, такова природа, её обитатели. Они способны осознавать положение своей души, отсутствуют материальные тела. Поэтому нет необходимости в эксплуатации для того, чтобы сохранять это материальное тело. они очарованы красотой своей души и в большей или меньшей степени вовлечены в это явление, Атма-рама. Атма-рама — тот, кто черпает радость в себе, своём «я», вечном «я». Атма-рама-стяму-рэйонид ганта-пуй-ка-куль-банта-хи-тупинг-баб-тинг-иттхан-бху-то-гуньо-хар-и. Затем личности самоудовлетворённые, люди, которые достигли самого рубежа мира эксплуатации и находятся в состоянии самоудовлетворённости, которые не зависят от эксплуатации мира грубой материи, они испытывают очарование некой реальностью, находящейся за пределами их собственного измерения, пребывающую выше их измерения. И они видят, что Хари таков, что он привлекает к себе внимание даже самоудовлетворённых. Атма-рам — это концепция освобождения, освобождения от тенденции склонности эксплуатировать окружающий мир. Самоцентризм, самоудовлетворённость. Но даже такие личности испытывают влечение к некому явлению, они понимают, что это явление превосходит их самих. А иначе как? Личности самоудовлетворённые, каким образом их внимание может быть обращено на это явление, стало быть, это явление более тонкое. И это служит доказательством того, что Хари находится не на этой стороне мира, но на другой стороне. Беспричинное влечение они испытывают. Влечение к Хари, Хари раса, экстаз, который можно обрести в соприкосновении с Хари, в обществе Хари, эта Хари раса должна быть более высокой природой или степени в сравнении с той расой, которую можно найти в своей Душе, в своём Я. Это всё доказательство. Речь идёт о доказательстве, подтверждении того, что Хари находится не по эту сторону реальности. Он не является порождением материальной природы, как утверждают Шанкариты Майавадина. Он не Ргуна, он за пределами материальной природы как таковой. Ниргуна за пределами саттвы Раджа-тама и личности такого рода, пребывающие в этом измерении, всё же испытывают влечение к Хари и стремятся беседовать о нём, поэтому Хари должен находиться на более высокой стороне бытия. Таким образом, Чатух-сан Туласи, лист Туласи находился у святых стоп Нараяны, аромат этого листа Туласи вывел этих личностей Азмарам, Чатух-сан, которые были самодовлетворены в состоянии равновесия. И их внимание обратилось на сладостный аромат Туласи, листа Туласи, который соприкоснулся со стопами Нараяны, его святыми стопами, и они привлеклись. Стало быть, Понеграни — это явление более высокой природы. И таким образом, было приведено доказательство, подтверждение того, что Вайкундха находится выше Брамана, а не по эту сторону. Брамана, как считают, Шанкарите Майвадзины. Шукадев так же говорит, «О, Махарадж Парикшит, говорит он, вы все знаете, что я утвержден, прочно утвержден, в Ниргуна Абраме, в измерении Духа, мое положение таково. Я свободен от очарования этим бредным миром, и вам всем это известно. Всем известно. Я совершенно лишен очарования какими-либо материальными реалиями. Тем не менее, я испытываю особое очарование. Я очарован Лилой Кришны во Вриндаване. Я стремлюсь слушать о ней. Мое внимание было словно насильно, насильственно привлечено к этому явлению, и это явление должно находиться по ту сторону Брамана. Оно не относится, не принадлежит к чувственной любви этого мира. Они относятся к этой категории. Я доказательствую тому, свидетельствую об этом. Кришна Лила о Пракрите и от Хокшаджа. Она трансцендентна, и вот вам подтверждение. Личности, которые не испытывают ни малейшего очарования мирскими явлениями, эти личности испытывают благоговейное, трепетное влечение к реалиям, похожим на мирскую любовь, но эти реалии очень высоки и находятся по ту сторону Брамы. Они относятся к миру пара-брахма и не имеют ничего общего с любовью этого мира. Галлюцинация, интоксикация опасны. они могут увлечь наше внимание в любую сторону, куда угодно направить. И это всё зрелая, разумная, трезвая оценка трансцендентной Лилы Кришны, Вайкунтхи и так далее. И мы должны строго следовать, придерживаться такого рода суждений, быть рассудительными, осмотрительными и давать верную оценку, а иначе мы будем сбиты с толку, отклонимся. Кто такой Христос? Кто такой Мохаммад? Каково их положение? Кто такой Шанкара? Кто Рамануджа? Кто такой Чайтанья? Каковы тонкие различия между ними? Мы должны оценивать, измерять, используя определенные критерии мерило тонкого знания и понимая различия этих стандартов. Крайне скрупулезно и тщательно мы должны изучать, рассматривать, исследовать специфику, нюансы всех этих различных измерений бытия. Если мы упустим из виду эти тонкие различия, тогда наш мозг закипит, он расстроится, и мы будем принимать все под именем всего. Мы будем сбиты с толку, мы окажемся в растерянности. Систематическое последовательное изучение Систематическое видео. Систематическое видео. Систематическое